Клинок До ножей по мотивам фэнтези Неизменным интересом у посетителей Пользуются российские производители Из Москвы, Златоуста, Рязани И, конечно, Кизляра На Кавказе издревле с трепетом Относились к оружию Его высоко ценили и не жалели денег на покупку Истинный горец Никогда не расставался с клинком Впоследствии оружие стало Неотъемлемой частью национального костюма Потому, насколько оно Богато украшено, можно было определить Статус владельца Многие и москвичи, и гости Нашего города Приезжают специально на эту выставку Потому, что здесь собираются из разных городов Из разных регионов Ножевые фирмы, мастера Которые работают в этой области Которые показывают свое мастерство И свое искусство, свое ремесло Показывают, что эта отрасль Продолжает жить И занимает важное место В сфере нашей жизни Кстати, одни из старейших Участников этой выставки Это кавказские наши гости Которые приводят замечательные изделия Показывая современное производство Традиции Кавказа в этом смысле Очень глубокие И уже Последние годы Показали, что эта традиция Не проходит просто так И мы знаем замечательные фирмы Кизляр, которые работают Уже давно И прочно Зарекомендовала себя на этом рынке Мы знаем их стиль работы Мы знаем их художественный стиль Этих предметов Привлекают очень многих И это действительно интересные предметы Дагестанские мастера Тоже замечательно работают Продолжая опять же Традиции своего региона Это, конечно Вносит такой особый колорит На эту выставку Потому что Ноживое дело Это Ремесло, которое жило всегда И оно, наверное Имеет очень старые традиции И, наверное, оно будет продолжаться Так же всегда Отличие кубачинских изделий В том, что это В основном рабочая Ручная работа Это гравировка И чернение И чеканка иногда Не всегда Иногда мы работаем с эмалью Перегородчатой эмалью Многоцветной Слоновой кость Такие вещи сейчас ставим От названия села Кубачи Это многовековой Народный промысел У нас Вот, например Вот такая муфляжка Здесь работа Здесь такая Гравировка Чернение И чеканка Идет в этом изделии Вот, пожалуйста Кинжал Такой Очень хороший У мастера Сталь Здесь Дамасская сталь Внутри Поставлена Вот А сколько времени Уходит на изготовление Очень много Времени Здесь Минимум Три месяца Работает человек Над этим Везде Даже больше Рукоять Делась из металла Позволяла Работать Как дубины Если захватывать Лошадь Под усы Но делась Кожаная Подмок Такая шишка На конце Чтобы не Размаживать голову Просто глушила И внутри Находился Уже клювок На самом деле Она была Не два в одном А три в одном То есть Вот этот шар На конце Просто по сертификации У нас не проходит Он был тоже Кованный Металлический Использовался Как кистень При такой сборке Получилось Такое интересное Орудие С ней работали При захвате За конец Если вспомните Есть такой хороший фильм В трех шагах от рая Где в начале фильма Мухтарбех Кантемиров Делал этот трюк На полном галопе Раскручивает на гайку Втыкает И облетает на вакуум И работали Так же При таком Что-то оружие Ближе к кинжалу Хотя более сложно Было эффективно На конце Подвеска Позволяла Носить Грабящие удары Режущие Кодящие Работа Все восьмерки Такое Интересное оружие Которое имеют За своей спиной История Дубовское казачество Это Расположено было на Волге Наш городок Дубовка Был столицей Центром административным Волкского казачества В свое время Культуру наших предков Мы развиваем Поднимаем Я, мастер Все это делается у нас С семьей Это моя племянница Наталья Спряталась У нас все это Семейное дело Мы возрождаем Казачью культуру Именно наше Дубовское казачество Внесло огромный Вклад Волкское казачество И именно Дубовский полк 3600 человек Его перевели После восстания С Емельяном Пугачевым Емельян Пугачев был Приписан к нашей Дубовке И когда он шел На царицин С огромной вольницей Дубовские казаки Чтобы не быть уничтожен Встретили его Просто с хлебом и солью С ним ушло всего 300 человек Но за это все равно Дубовское казачество Попало в опалу И полк 3600 человек Был переведен Для укрепления Моздокской линии На тире Заниматься я ножами Начал в 2000 году То есть не заниматься А познакомиться С Мухтарбеком Кантемировым Это народный артист Человек снялся Более 80 фильмов Из них 50 Был постановщикам Трюков Не бойся я с тобой Русь изначальная В двух шагах от рая Петр Первый Ну и т.д. С этим человеком Пять минут пообщался Десять минут он показывал Как метать ножи Через 15 минут Я уже метал с трех метров Через полчаса Уже метал с пяти метров То есть человек Как-то мог Передать свое мастерство Вот на слова Мы как бы занимаемся Ну ножи у нас Хозяйственно-бытовые Вот так как Метательных ножей У нас нету В России Вот Но пригодные к метанию Вот Они отличаются весом Конфигурации и длиной Просто человек сам Индивидуально Как его и рука Вот А при метании Это немаловажный фактор Поэтому Каждому человеку Который Независимо Это девушка Мужчина Ребенок Или старик Он подходит И мы подбираем его Под руку Вес конфигурации Длину ножа Вот Как видите Они все разные По длине По весу Тема клинка Довольно популярна В нашей стране С чего началось Это все Откуда Как вы думаете Наверное С таких фильмов Как не бойся Я за тобой Мне вот Ну там Пираты 20 века Там Сейчас можно Перечислять И перечислять Где Ну где Применялось Там Холодное оружие Где Применялось Метание ножа То есть Это военная тематика Вот Приключенческие фильмы Шашка сама по себе Она трансформировалась Из сабли Вот Скажем так Достоинство шашки В том Что ей Можно было Не только Рубить Но и колоть Это за счет Ее уменьшения Ее изгиба То есть У нас Есть клинок Который Именно сабельный Вот Он Более Изогнут То есть Это Более универсальное оружие Ну и скажем так Оно прошло Через столетия И до сих пор Люди ими занимаются То есть Есть Спортивные казачьи игры Шеремицы Проходят в Ростове Где собираются Все казаки Вот И Соревнуются В умении Владения шашками Форма шашки Она Заимствована У тюркских народов Это правда? Да У казаков Вообще Форма одежды Номер восемь Что добыли То и носим У нас все собирательное То что У своих истоков То есть Народ такой был Более разбойный Скажем Промысел был у них Лихой Вот И поэтому Даже своего орнамента нет Вот сколько искали Но нету своего орнамента То что некогда Было этим заниматься Мы проводим Мы проводим параллельно Именно продажи И демонстрации Экспозиции Проводятся конкурсы Всевозможные Третьего числа У нас будут проходить Мастер-классы По штыковому бою Потому что штык Это тоже оружие Это будут маленькие Мини-соревнования Мини-турниры Четвертого У нас тоже Насыщенная программа Будут показы Фехтовальных школ Самозащиты без оружия Очень интересное Для дам Это поварское шоу У нас Да, действительно Наш супер-шеф Юра Шутаев Будет творить чудеса С различными Видами ножей И с различными продуктами Ну, пятого Это некое заключительное Там у нас будут Такие Проходные Что называются мероприятия Кроме этого У нас будут Представители казачества Показывают навыки Своего владения Холодным оружием Там и ногайками То есть Весь тот слой Очень интересный Людей, которые Относятся не только К куску заточенного железа Но и к какому-то Символу К инструменту К оружию Поэтому будет Достаточно интересно Динамично Приглашаем всех Посетить нашу выставку